Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая и сегодня я решила поговорить на очень важную тему с вами, как повысить плодородие почвы. Ну, после того, как я вас сводила, подвела к куче вот черной земли, которую мне только что привезли, потом куче перегноя, на котором я тоже там сидела, вам рассказывала, становится вам, наверное, ясно, как я повышаю плодородие своей земли. Вот как раз здесь вместе собрались, встретились перегной и чернозем. Но я еще раз повторю, это чернозем наш сибирский, это вот у нас верхний такой плодородный слой земли черный, мы этому рады. Конечно, содержание, процент плодородия у нас намного меньше, чем вот в жирных черноземных зонах, но все равно это лучше, чем наша земля. Я сейчас вам ради интереса, давайте пройдем, я покажу, какая наша земля. Куда мы добавляем? Ой, сейчас, 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 сейчас. Вот она земля наша, где мы пытаемся что-то вырастить. Ну, видно, что это дорожная пыль, песок и все. Если оставить в таком виде, то ничего хорошего не получится. Так, идем дальше. Не запнулся бы об что-нибудь, у меня тут еще порядка нет. Ну вот, если есть возможность, то лучший вариант, естественно, повышение плодородия своего участка, это свежая земля, которая еще, ну как, опять это выражение не хочется говорить, на которой не ступала нога огородника, но которая не истощена, на которой не выращивались наши овощные культуры еще ни разу, которая именно вот истинно природная, там, чем она важна? Пусть она будет не такая жирная, жир мы добавим, вот, перегноем. Главное, что там сбалансировано вот эти все, не побоюсь повториться еще раз, годами, десятилетиями, тысячелетиями складывался вот этот природный баланс. Все знают, что первые годы, когда вот участок еще не истощен выращиванием овощных культур, он очень хороший, а потом добавляем. Вот добавляю, стараюсь ежегодно. Ну как, это же очень трудоемкий процесс, не говоря уж о том, что это дорого. Ну, конечно, вот сейчас были выходные, у сына попросила, он мне принес вот эту грядку мы сделали. Он мне вот это натаскал, это вот идеальный вариант. Я сейчас все перемешаю, землю перегной и посажу сюда томаты. Вот при таком способе я не добавляю в лунку ничего при посадке. Тут все есть на первое время. Азот в земле, все остальные там какие есть микроэлементы, ну в минимальных пусть дозах, но все равно макро-микроэлементы в этом. Потом я могу сделать, например, во время цветения какое-то опрыскивание, добавить фосфора во время завязывания плодов. Иногда бывает, что на целый год хватает урожай получаешь прекрасный, без всяких добавок, без фабричных. Когда вот так вот у меня не получается, так тоже вы понимаете, что получается не всегда, это надо кому-то землю носить. Я просто при высадке, я уже это говорила, в лунку накладываю, добавляю немножко перегноя, немножко земли, все там размешиваю. Это тоже хороший вариант. И, конечно, все это хочется так делать всегда, но получается не всегда. Я просто вот рассказываю о своем опыте. Ведь люди по-разному делают. Хорошо, кто живет в деревне. Они прям отходы вот этого животноводства раскидывают. Я видела осенью по огороду. Весной перекапывают. Все равно повышается плодородие. Но если пользоваться одним перегноем, то это только азот. Вот эта земля, которая, казалось бы, ну что там, земля и земля. Она играет большую роль, добавка вот этой простой земли, обыкновенной полевой. Мне очень понравилось. Я начала первый раз лет шесть, наверное. Теперь я уже подсела и на эту землю, и на этот перегной. И я почти не хожу в садовые магазины, чтобы все это... Конечно, я делаю, у меня всегда все есть на запасе, потому что не всегда получается вот именно на разложить, принести. Вот самое трудное, вот это физически. Это надо же из-за ограды принести в огород, все это разложить. Потом уже все идет как по маслу. Ну вот это самый такой естественный, природный, экологический метод повышения плодородия земли. Это, конечно, освежать землю, добавлять вот это все натуральное, природное. Но если бывают ситуации, когда так не получается, это когда уже способ удобрять с помощью удобрений. Опять же, на втором месте идут все натуральные. Это зола, рыбная, мука, которую тоже не всегда достанешь. Иногда бывает, кончается. И уже на последнем месте, если уже так, нет возможности, нет возможности с помощью натуральных продуктов поднять плодородие почвы, тогда уже минеральные удобрения. Еще раз повторю, что я не противник такой стопроцентной минеральных удобрений. В оптимальных дозах, в маленьких, в рекомендованных. Они помогают вырастить людям хороший урожай в тех случаях, когда нет возможности вот так, по первому варианту, когда нет возможности по второму варианту удобрять. Потому что это дорого и трудоемка, минеральные удобрения обходятся дешевле. Но все-таки я предпочитаю вот такой метод. Пока будут силы и возможности, буду. Я уже говорила, что рассаду начала продавать только для того, чтобы привести в порядок свою землю. Хоть немного удобрять. Делаю это в течение нескольких лет. Ну и, конечно, жизни мало, чтобы удобрить участок. За лето, так как урожай большой, они все съедают. Эти же томаты, эти же огурцы. Зажирают все. На следующий год выходишь, опять же, такой участок. Ну все, до свидания. Желаю всем богатых урожаев. Желаю найти возможности, иметь желание повысить плодородие своей почвы, не ходить с пустым ведром, получать богатые урожаи. Все зависит от нас. Мы можем сделать все, если захотим.